Новую должность подполковник полиции Антон Белоус занял не так давно. Однако времени на то, чтобы осмотреться и вникнуть в обстановку, хватило. Своей оценкой состояния общественной безопасности в Одинцовском районе новый зам с нами охотно поделился. Ситуация с обеспечением общественного порядка в районе более-менее стабильная. В 2016 году наблюдаем небольшой рост преступности, при том, что у нас выросла цифра по раскрытию преступлений. Это, несомненно, положительный момент. Что касается роста самой преступности, я думаю, здесь еще фактором является не только сам рост преступности, но и то, что мы стали лучше и больше регистрировать преступления. Мы идем сами к людям, мы отрабатываем жилой сектор, соответственно, мы более качественно регистрируем совершаемые преступления. Также увеличились показатели раскрываемости. Если в январе прошлого года было раскрыто 175 преступлений, то в этом 233. Ситуация стабильна и в сфере охраны общественного порядка в период проведения массовых мероприятий. Эта работа находится на достаточно высоком уровне. Действительно, при проведении общественно-массовых спортивных мероприятий мы обеспечиваем порядок совместно с ЧОПами, также привлекаем добровольную народную дружину. Эта работа находится на хорошем уровне, профессиональном. Мы надеемся ее продолжать. Одна из самых сложных задач подразделения – способствовать решению проблемы нелегальной миграции. Рейды по выявлению иностранцев-нелегалов проводятся несколько раз в месяц. Благодаря одному из последних было возбуждено 11 уголовных дел по организации незаконной миграции. 60 зарубежных гостей были задержаны. Несмотря на это, ситуация продолжает оставаться напряженной. Зачастую к рейдам привлекаются и сотрудники других подразделений. Объекты большие, в частности строительные объекты. Есть общежития, которые мы проверяем. То есть это места с массовым проживанием иностранных граждан. Здесь мы в каждом мероприятии минимум два раза. Если мероприятие проводится, скажем, в течение пяти дней, то три дня из этих пяти мы привлекаем дополнительные силы в виде ОМОНа, в виде полка для того, чтобы данные места отрабатывать. Новый зам определил две основные задачи, которые нужно решить в ближайшее время. Основные задачи, которые я для себя определил на сегодняшний день, это совершенствование работы патрульной постовой службы. В частности, работа по раскрытию преступлений по горячим следам, своевременное реагирование на сообщения граждан, чтобы гражданин не оставался один на один со своей проблемой, чтобы он мог позвонить в орган внутренних дел или в службу 112 и получить необходимую квалифицированную помощь быстро и четко. А вторая, не менее важная задача – это продолжение отработки жилого сектора и налаживание более тесного взаимодействия с жителями района. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».